Я приглашаю Юлию Юрьевну Чеботарёву с докладом «Разнообразие технологий, интеграция МФЭС в работу клиники. Комбинированные протоколы». Я так понимаю, что это будет ещё один взгляд на протоколы? Ну, не знаю. Наверное, точно какой-то ещё один взгляд на технологию. И хотелось бы сказать о том, что это такая технология, наверное, всё наоборот. То есть мы обычно интегрируем наши технологии от лица. То есть мы поняли, что это работает, что это классно. И мы нашим пациентам предлагаем воспользоваться той или иной технологией на тело. Но в нашей клинике, и логично, что они в разное время появились, эти процедуры, произошло всё наоборот. То есть мы сначала приобрели Ямскалпт, потом Ямскалпт Нео. И когда я только услышала, что такое вообще возможно с лицом, и у меня сотрудники спрашивают, а вообще на лицо будет насадки? Я говорю, ну не знаю, насадки будут. Потом, оказывается, не насадки, а барат. Но можно было бы насадки сделать, да? Нет? Хитрые, да? Ну ладно, уж ладно, ничего страшного. Вот, тоже тогда я видела в Америке, да, Емсела. И что там было, по-моему? Да, Эксио. А у нас что? Нет, нет такого? Ну ладно, хорошо. Вот. И, ну, клиника большая. И мы переехали не так давно, уже давно, конечно, но у меня ещё раны все свежи, ремонт этого гигантского исторического особняка. И, конечно, нам стало немного полегче. То есть из девяти кабинетов мы переехали в девятнадцать, и, в принципе, Емфейс туда очень даже встал. А вот в тех девяти на гранатном каждые двадцать минут были на счету. И когда Емфейс бы конкурировал там, я не знаю, с Альтерой, то доктора бы выбирали Альтеру в очереди, которые стоят. Вот. Но, то есть, в принципе, сейчас это вообще возможно. Три зоны, три зоны, вообще нормально. Вот. И это действительно процедура, которая укладывается абсолютно во все направления. В дневной стационар укладывается, укладывается. В клинику укладывается, укладывается. В учебный центр в рамках сочетанных протоколов укладывается. Даже в направлении по перманентному макияжу и то укладывается. Асимметрия бровей. Они же хотят... Удалите мне эпиляцию, сделайте. Да? Ну, и делают, ведь в некоторых местах. То есть, то, что ниже, удаляются хвост, да? А потом рыдают, ходят. Нарастите. Даже в онлайн-витрину тоже укладывается, в сочетанных протоколах. Ну, конечно, на нас легла основная тяжесть этого процесса. Но компания BTL нам помогала, не скрою. Потому что мы первые купили этот прибор. И объяснять пациентам, что это не миостимуляция. Но нашим проще было объяснять. Потому что мы говорили, что это им скалп налицо. Вот. То есть, это просто как бы новая насадка. Но впервые я увидела эту технологию на СЛМС. Но там не было возможности попробовать. Потому что все на бегу, на лету. Но вот на последнем мероприятии, на последнем их заседании просто потрясающие были доклады. И даже были еще не опубликованные материалы. Но вот здесь, к сожалению, без голоса. По подбородку. То есть, насколько сочетание, сравнение с куллскауптингом, сравнение с альтера терапией, с единственным микросокусированным ультразвуком, который зарегистрирован на территории США. Вот. То есть, эти исследования ведутся. Несмотря на то, что мы уже потратили очень много денег на оборудование нашей клиники. И Емфейс, конечно, когда мы как раз покупку обсуждали только после ремонта. То есть, у нас были приличные долги, которые мы брали на ремонт исторического особняка 1200 квадратов, где каждый гвоздь нужно получать разрешение у Министерства культуры. Культурного просвещения там очень много различных бумаг. Вот. И, конечно, наш генеральный директор… Ну, я услышала очень много интересных слов в свой адрес, но я не отступала. Вот. То есть, мы записывали видео с врачами, что мы клянемся, что если мы не сделаем, мы продадим почки, печень, все продадим. Но мы будем делать эти процедуры, что не будет клиника испытывать материальных проблем, связанных с выплатой за Емфейс ежемесячных платежей. Ну, в принципе, все понимали меру ответственности. И вот такой очень интересный слайд, который мы представили с Кириллом, нашему генеральному директору. То есть, зачем мы покупаем Емфейс? Ну, для него это все… Вот назад не могу вернуть. Все урны с прахом. Серо-голубые. Да? О, спасибо большое. Кто-то мне помог. Серо-голубые урны с прахом. Чем они друг от друга отличаются, он не до конца понимает. Ну, как бы, вот плюсы и минусы. Я говорю, ну, видишь, вот плюсы наверху. Вот где вот? Вот Емскульпт, Нео, тоже плюсы везде, да? Ну, разное количество, там неважно сколько. Вот нет ни одного минуса у прибора. Ну, пожалуйста, мы вот клянемся. Вот тут есть люди, которые знают там, чего? Какое-то ведро крови. То есть он говорил, что никто не знает этот прибор. Вот, это как обычно, столько денег нужно будет вложить. Я говорю, ну, пожалуйста, ну вот продается же Емскульпт. И вот, пожалуйста, публикации. Мы все привели, все пошло в ход. Что и мышцы будут омолаживаться. И жира будет меньше или больше, в зависимости, как мы захотим. Что и коллагена будет больше, и эластин будет правильный. И вот смотри, какие соотношения. То есть все интересуется всем, товарищи. И, в принципе, мы победили. Мы купили. Мы купили этот прибор. И действительно, я первую процедуру, столько раз везде его видела, первую процедуру сделала в своей клинике. И вот Launch MFace. Тоже спасибо компании BDL, что они провели, представили первую машину в России таким образом. Ну, мы тоже старались очень. Весь коллектив старался. И мы даже написали на своих лицах MFace. Представляете, то есть входили пациенты, и все спросили, что это у вас тут творится. То есть, в принципе, это было очень интересно. Но обучение, которое провел Кирилл, и когда я увидела свое лицо, тогда не было субментального аппликатора, но у меня особых показаний пока нет на эту область. У меня есть показания на лоб, и для меня это проблемная зона, потому что дисплазия, потому что возраст, и потому что это строение моего лица. И несмотря на то, что хейтеры пишутся, когда же вы наконец прооперируетесь, а потом, когда я вижу очередную прооперирующуюся пациентку или коллегу, которая рыдает, вот, что-то я, вот, правда, вот сколько раз записываюсь, выписываюсь, записываюсь, выписываюсь, и вот все никак. Ну, вот теперь, наверное, вообще не скоро с MFace. Потому что все эти люди показали свой клинический опыт многочисленный, показали свою безопасность, эффективность. И это действительно просто космос какой-то. Это раньше было невозможно. Вот я после ремонта 1200 квадратов, исторический особняк. Ну, все говорили, приходили, говорили, Юля, а что ты такая какая-то уставшая? Ну, я там жила. Хорошо, что я знаю узбекский немножко. Я говорила, бахадыр, бяхаке, look at me. Что это вообще такое? Что вы тут понаделали? Вот, ну, то есть эта вымотанность была адова. Потому что я смотрела за каждым квадратным сантиметром, что там делается. И вот 4 процедуры, начиная с 1 декабря. Смотрите, что произошло с асимметрией и с глазами. Видите, я не постеснялась подсказать свое лицо. Не просто, да, я делала MFace, пробовала. Вот так это выглядит. Можно это не показывать. Но можно и показывать, ничего страшного. Что, меня не видели, что ли, без макияжа? А вот после 8 процедур. Видна разница? Ботулинотерапии здесь не было. Я решила в чистом виде провести эксперимент. Вот 8 процедур. Ну, тут и средняя треть. Ну, лоб и веки самое главное, да? Ну, у кого что болит, да? Мы же с кожей заказчика работаем. Конечно, в нашей клинике очень много сочетанных протоколов. И так как клинические рекомендации РОДВК, к сожалению, появляются не так быстро, как нам бы хотелось. И не так быстро, как появляются в нашей практике, в наших руках новые технологии. И мы как-то должны их внедрять. Поэтому, естественно, мы публикуем все материалы сочетанных протоколов. И наши коллеги, наши доктора, наши клиники дружественные, наши друзья принимают все в этом участие. И спасибо всем за это, за то, что мы можем легально опираться на какие-то технологии, на какие-то сочетанные протоколы. И первое, что спросил меня каждый пациент, которому я сказала, что вот он, им скульпт на лицо. А как же диспорт? Что теперь будет? Я говорю, ну подождите, но мы же с вами работаем раз в 4 месяца, в 5 месяцев. Ну, мы можем. Вам же уже не нравится через 2 месяца. Вы мне уже что-то говорите. А здесь, а здесь. Но, пожалуйста, мы можем начать тогда процедуры, выполнять протокол. Сделаем 4 процедуры. И на 4-й процедуре мы сделаем диспорт. Ну, вот, собственно говоря, еще один пациент вот с этим протоколом. Это женщина, на первый взгляд, кажется, да что там изменилось, ничего не изменилось. На самом деле она была в таком восторге. Она все время отекала от диспорта. То есть осечный деформационный морфотип и отеки, такой лимфостаз, некая пастозность после ботулинотерапии, неважно, сколько было укол от единиц, в каком протоколе, все равно она наблюдается. Здесь, она говорит, первый раз в жизни у меня вообще не было ни одного намека на отек. Это действительно так. Это очень-очень эффективный, сочетанный протокол. Неважно, работаем мы с плотизмой, либо мы работаем с верхней третью. То есть и асимметрии бровей, асимметрии средней трети, даже асимметрии круговой мышцы глаза. Мы везде видим улучшение. Другой протокол – фейс-миолифт. Для того, чтобы сократить количество приемов, ведь никто не хочет по пробкам ехать, либо идти даже куда-то в пределах пешей доступности. Все пациенты очень заняты. Но всем хочется усилить как-то эффект. И вот этот протокол очень важен для диспластиков. А диспластиков, как известно, даже больше 30% среди наших пациентов. И мы видим, насколько грамотно выстроена процедура. То есть ЕМФЭЙС плюс НСТФ, полиревитализанта, где 59 компонентов. И мы можем инъецировать его без аппликационной анестезии, то есть очень тонкими иглами. И это не больно. И мы получаем идеальный лифтинг за счет того, что мы простимулировали, подкормили, простимулировали, подкормили, простимулировали, подкормили. И здесь одна неделя укладывается в протокол монотерапии и НСТФ, и ЕМФЭЙС. Этот протокол просто идеальный. И мы сейчас практически не делаем отдельный ЕМФЭЙС без НСТФ. Все пациенты, кто попробовал хоть раз, понимают, что это просто чудо какое-то. И вот пациент, это секс-коуч, знаменитый блогер Екатерина Федорова, она попробовала эту процедуру. И вот, собственно говоря, резюме, почему этот сочетанный протокол такой эффективный, такой безопасный и с такими видимыми результатами. Ну вот, что я хотела вам сказать. Это все. Спасибо огромное.